В апреле Новозыпковская детская художественная школа в рамках мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в космос и Дню космонавтики, организовала конкурс среди учащихся «Покорителям космоса посвящается». По итогам конкурса была оформлена мобильная выставка в фойе, которая радовала учащихся школы, родителей и гостей. В экспозицию выставки также вошли работы учеников Новозыпковской детской художественной школы, принявших участие в международном конкурсе рисунков «Космос моими глазами», организатором которого выступило Государственное общеобразовательное учреждение Луганской народной республики «Кировский учебно-воспитательный комплекс номер 18». Наши юные художники очень достойно представили город Новозыпков и свою художественную школу. На творческом состязании порадовали своими достижениями. Свои победы дети посвятили покорителям космоса. Тихомира в Савате, Пугачева Ольга и Зосимова Валерия заняли первое место. А период Катаисия – второе, Горинова София – третье. Эти ребята – воспитанники преподавателя Попковой Алины Вадимовны. Ивашинка Полина, ученица преподавателя Рожковой Ирины Владимировны, заняла второе место. А болото Вероника под руководством своего педагога Валёвой Светланы Петровны получила третье. Я Зосимова Валерия, ученица детской художественной школы города Новозыпка. Я учительница Попкова Алина Вадимовна. В школе проходил конкурс «Космос глазами человека». Я нарисовала рисунок, как я вижу космос. Космонавт, который в первый раз полетел и увидел звезды, планету. Мой рисунок занял первое место в международном конкурсе «Ко дню космонавтики». Я очень люблю ходить в художественную школу и буду стараться и участвовать в конкурсах. Сегодня выставка под названием «Моя Вселенная» экспонируется в Зале Искусств Центральной Библиотеки имени князя Николая Дмитриевича Долгорукова. На выставке представлены детские рисунки о космосе, звездах и полетах человека в космос. В работах детей космические просторы, галактики, планеты и звезды превратились из фантастической реальности в реальность нашего мира. Рисунки получились очень яркие, экспрессивные и по цвету, и по форме. 2021 год – год науки и технологий. В этот год мы отмечаем важное событие – 60-летие первого полета человека в космос. Мы приглашаем жителей городского округа приобщиться к этому яркому событию и посетить космическую выставку детского рисунка воспитанников художественной школы города Новозырского в нашей библиотеке.